Добрый день, здравствуйте! Сегодня приготовим ужин из того, что есть. А что же у нас есть на столе? Кулачок фарша, две картофелины, лук, чеснок, одна морковка, один кабачок, один баклажан, один перец, одна помидорка и хорошо, что есть кулачок вот этого фарша. То есть тут где-то 150, а может и 200 грамм. Давайте начнем. Не будем жаловаться на то, что у нас дома нет продуктов. Ой, нет картофеля, ну две штучки и то хлеб. А может быть у вас вместо кабачка есть цветная капуста или вместо баклажан есть цветная капуста. То есть открываете холодильник, что там есть, смотрите на это и думаете, я с этого приготовлю великолепный ужин. Все, теперь я разберусь с овощами и вернусь к вам. Первым долгом мы нарежем лук и чеснок. Нам надо их потушить чуть-чуть, для того чтобы добавить в наш фарш. Тогда то, что мы приготовим из этого фарша, будет намного вкуснее. Я, как видите, очень крупно нарезала лук, чеснок. Теперь я их пожарю, потушу вернее. Всего одна столовая ложка растительного масла справится с этой работой. Я нарезала овощи полосочками, картошку, перец, морковку, баклажаны, кабачок. Помидоры будем резать потом. Вернее, у нас всего одна помидорка. Теперь нам надо замочить картошку, просто в воде хорошенечко помыть и оставить ее, чтобы она осталась в воде. И баклажаны тоже будем замачивать в воде, но вода будет подсоленная. Остальное же можем начинать тушить. Или же сперва приготовим мясо, чтобы оно было у нас готово, а потом будем жарить наши овощи. Для того, чтобы их пожарить, нам понадобится всего 3 или 5 минут. Как видите, лук у нас уже потушился. Теперь и лук, и мясной фарш надо пробить в блендере. Недолго, вернее в ронду. Недолго. Если у вас нет ронда, нет аппарата какого-нибудь, можете просто пропустить через мясорубку. Достаточно одного раза. Я же перекладываю в ронду. Не взбиваю его, вернее не измельчаю его как пюре, а вот чуть-чуть пробила и все. Чтобы когда я буду делать тефтельки или котлетки, или фрикадельки, ну что бы я ни делала, чтобы там не чувствовался этот лук. Добавляю специи. Это у меня острый красный перец. Соль, перец и куркуму я тоже добавила и хорошенечко все перемешаю. Добавила еще щепотку тимьяна. Можно было просто так перемешать, но лучше всего это сделать с ронда. Тогда там как бы связка такая получается хорошая. Ничего не распадается, ничего не крошится. Очень хорошая получается консистенция. Теперь я беру чуть-чуть растительного масла и чуточку сливочного масла. Буду тушить овощи. Тушить это громко сказано. Буквально на каждую из них уйдет у меня полминуты, не больше. Это придает вкус вашим овощам. И это дает возможность им потом не разваливаться и долго не придется тушить их в духовке. После того, как мы сейчас все это чуть-чуть поджарим, соберем сковородочку и отправим в духовку минут на 20. Как видите, картошка крупная, нарезана, вернее, крупная. И если бы мне пришлось его жарить, мне понадобилось, наверное, 10-15 минут. Я же использую 30 секунд и убираю его со сковороды. Дальше у меня идут кабачки. Кабачки, они очень быстро готовятся. На это тоже у нас уйдет немного времени. Дело в том, что и картошка, и кабачки светлые, поэтому они не испортят друг другу цвет. После них я буду жарить красный перец и морковку. Как видите, уже часть картошки, она уже такая прозрачная стала. То есть там не столько масла, чтобы его пожарило, и крышкой не накрыто, ничего. Ну, из-за того, что мы хорошенечко вымачивали его, он отдал свой крахмал. Вот такой результат. Теперь я убираю картошку уже в другую посуду. Кабачки тоже можно убрать, они тоже уже почти готовы. Все переложили и перешли к морковке с красным перцем. Морковка готовится чуть дольше, чем перец. Ну, пусть это вас не волнует. Сейчас я уберу отсюда перец, а морковка пока останется в сковороде. И за то время, что я буду перекладывать перец, морковка тоже будет готова. Теперь я уберу морковку тоже. Из овощей остались только баклажаны. Их тоже перекладываем на сковородку. И жарим мы их, вернее, так немножечко подогреваем. Даже меньше, чем 30 секунд. Они готовятся очень быстро. И все перекладываем в другую сковородку. Вот таким образом. Посередине оставляем свободное место. Это для наших фрикаделек. Или котлеток. Что вы там приготовите. Или беточки. Имеет значение. Кстати, фарш можно заменить курицей. Или же окорочками. Или же кусочками мяса. Это все, что найдете, как говорится, в своем холодильнике. Теперь я беру свои фрикадельки. Немножко их подправляю. И тоже ставлю на сковородку. Как заметили, на сковороде нет масла. Я ничего не добавляла. Оно почти сухое. Сейчас мясо немножечко отдаст свой жир. Вернее, это то масло, которое находилось в луке. Когда мы тушили лук, мы туда добавляли масло. И лук сам сочный. Сейчас вы увидите, как мясо отдаст свой сок. Но в то же время он со всех сторон как бы запечатается. И вот это, когда они пропекутся, они будут такие сочные и вкусные. Чуть-чуть я прибавила огонь. Быстро их вот так попереворачивала. Как вы видели, это я все делала почти руками. Ну, а теперь нарезала помидоры. Фрикадельки я собрала на середину и по краям обложила его помидорами, чтобы они как бы передавали друг другу свой сок. Оставшийся сок в сковородке я налью на овощи. Сколько там его? Всего-то столовая ложка. Но этого хватило, чтобы и картошка, и все остальные овощи пропитались этим соком. Все, моих еще дома нет. Я думаю, когда вы будете готовы, тоже иногда мы рассчитываем, иногда не рассчитываем, когда придут наши домочадцы. Но я уже отправила в духовку, и через 20 минут у меня вот такая картина. Как раз подошли дети, и мы идем кушать. Заранее вам тоже приятного аппетита. Готовьте. Видите, смотрится аппетитно, а на вкус, будьте уверены, это очень вкусно. Можете встречать гостей, только немножечко сделайте побольше сковородку и побольше овощей. Вот и все. Я думаю, вам понравилось. Если понравилось, делитесь этим видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто не подписался, подпишитесь. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, много денег и радости. Да, и не забудьте придумать какое-то новое блюдо и написать мне. И мы вместе приготовим его. А пока, всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели видео. До встречи. Продолжение следует...